В составе бизнес-делегации, которая в эти дни работает в Республике Беларусь, представители 12 ульяновских компаний, среди которых ПАО и Лавиастар, Аэрокомпозит, УКБП. Работа делегации началась с посещения индустриального парка Великий Камень. На специальной территории работают 116 резидентов из 15 стран. Теперь белорусские коллеги будут сотрудничать и с Ульяновской портовой особой экономической зоной. Стороны подписали соглашение. И здесь мы создаем как раз оптимальные условия для развития бизнес-инициатив и освоения передовых идей и инноваций. И, безусловно, Великий Камень всегда заинтересован в том, чтобы расширять взаимодействие с другими экономическими зонами. Теперь Великий Камень и ПОЭС займутся поиском инвесторов, промышленной кооперации, совместной проработкой логистических маршрутов. Кроме этого, на площадке губернатору Алексея Русских и председателю Минского горосполкома Владимиру Кухареву презентовали совместную разработку. Запорный клапан с электроприводом «Димитровградский промсервис» и «Минский КПСР-групп» намерены изготавливать совместно. И какое-то время назад мы обнаружили, что, вообще-то говоря, в России делалось достаточно много приводов, но все эти привода были предназначены для больших технологических устройств, для промышленности, для энергетики. А для ЖКХ вот таких небольших устройств их было очень мало или не было вообще. В России они фактически не производились, все это было зарубежной продукцией. Согласно договоренности, автоматическая задвижка будет выпускаться как в Минске, так и в Димитровграде. Белорусская компания займется самой задвижкой, а Димитровградцы обеспечат электронное управление. Затем компоненты будут отправляться на обе площадки, на которых и планируется финальная сборка. Новая задвижка будет применяться в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Мы отказались от польского, от китайского литья. Это литье полностью белорусское от импортных металлов и от уплотнений. Поэтому на сегодняшний день вы видите 100% изделие производства и происхождения внутри того же Новосоюза, что очень сильно отличает веянию сегодняшнего дня. Соглашение о создании совместного продукта позволит увеличить доходы предприятия из города-атомщиков на 100 миллионов рублей. Запустить производство планируют уже в следующем году.